Они приходили только покормить меня, чтобы я не умерла с голоду и когда нужно было рожать щенков. Это страшная, очень страшная комната. Я в ней жила. В ней всегда было мрачно и темно, поэтому я плохо вижу. Хай, ты на канале Мэджик Фэмили, меня зовут Софи, а это мой брат Эйван. Я сам скажу Софи. Ну ладно, ладно, говорите, а я Эйван, ее брат. Подписывайся на наш канал, у нас тут много разных питом. А еще мы наконец-то придумали, как разделить видео. В видео, в которых мы вместе с Аней, Аня будет на картинках к видео. А если в видео только питомцы, то на картинке только питомцы. То есть все истории с животными теперь выходят с картинками животных. А вообще они забыли сказать, что я Юми. Они говорят, что я щенок. Но я на самом деле покемон Юмичу. А еще у меня есть приемная мама по имени Миша. Я появилась позже нее. И она все время грустит. Да, Мишу Аня спасла в ветклинике, когда ее хотели усыпить хозяева. Мы с Софи научили ее говорить. И потом я даже женился на ней. У меня не может быть детей, и мы удочерили Юми. Может быть мы все-таки ее спросим? Ведь Аня очень заботится о ней. Но она все равно плачет. Да, Миша в постоянной депрессии. И мы не знаем почему. И нам тоже всем от этого грустно. Ведь мы так стараемся для нее. Я не хочу об этом говорить. Вот видите, она не хочет вам рассказывать. Расскажи нам, Миша, ну мы все хотим тебе помочь. Да, мы все хотим. И наши подписчики даже придумали тег. Мифа жизни. Чего мы только не перепробовали. Все перепробовали. Но меня не покидают эти жуткие воспоминания. Мне все время страшно. Но моя приемная мама Мифа не рассказывает. Не рассказывает, какие же это воспоминания. Какие воспоминания ее не покидают. Я хочу, чтобы она тоже стала покемоном, как я. Но у меня не получается вот. Я, я, я не хочу быть покемоном. Я хочу все забыть. Но не могу. Я даже пыталась развеселить Мишу танцами и научить ее стоять на задних лапах, как я. А я дарил ей подарки, но ей было все равно. Я решила, я отдам ей самое дорогое, свою тетку утки. Уверена, Юми? Не трогай, тетя Софи, сам. Вот тебе, Миша. Это тетка утка. Не отдавай, Юми. Отстань. Это я должна решить. Я решаю отдать или не отдавать. Ты была мне дорога. Твоя вся тетка утка. Мне она не нужна. Эх, что же нам делать? Я не знаю, братик. Миш, может быть все-таки ты расскажешь свою историю хотя бы нашим подписчикам, хотя бы ради них. Если не можешь рассказать нам. Ладно, я попробую ради вас всех. Мы обещаем, что будем добрыми и не будем подшучивать. И выслушаем тебя внимательно. И наши подписчики тебя поддержат. Я, я, я попробую. Давай, Миш, начинай свою историю. Давай, Миш. Эх, как же, как же страшно, я не могу. Не бойся, все наши зрители с тобой. И я в тобой. Всю свою жизнь я прожила в страшной комнате. С самого детства я не видела никого, кроме моих хозяев. Они приходили только покормить меня, чтобы я не умерла с голоду. И когда нужно было рожать щенков. Это страшная, очень страшная комната. Я в ней жила. В ней всегда было мрачно и темно, поэтому я плохо вижу. В ней почти ничего не было слышно. И мой слух ослаб. Я была там всегда одна. У меня не было лежанок и туалетов, игрушек и других вещей, как сейчас. Только голый пол. Я ничего этого не знала. Бесконечные пустые стены. И эта дверь, кусочек света, из которого приходили люди. Я их очень любила. И хотела, чтобы они любили меня. Но я была им не нужна. Мне было страшно. И одинока. Я не знала, что такое любовь и счастье. Что такое улица. И кто такие собаки. Что такое игрушки и подарки. Поводок, ошейник, зубная щетка. Все это я узнала только тут. Я была совершенно одна в этой страшной комнате. И если рука человека прикасалась ко мне, то не для ласки, а для удара. На моей голове появилась седина от ушибов. И я стала бояться человеческих рук. Иногда я рожала щенков. И на животе моем остался большой шрам. Я знаю, что вы все меня любите. Но я никак не могу это забыть. Но потом они просто решили меня усыпить. И Аня меня спасла. Бедная Миша. Страшная комната. Но ребята, ни Аня, ни мы не сдаемся. И мы будем пытаться помочь Миша. Это так грустно, я не волнуюсь. Не расстраивайся. Я надеюсь, у нас получится помочь Миши. У нас получится. Мы обязательно будем стараться. Ребята, поставьте лайк. Поддержите Мишу. Подписывайтесь на наш канал, чтобы следить за Мишиной жизнью. Это же такая кнопочка, подписаться внизу. И любите своих собак. Иначе я не знаю, что я с вами сделаю. Я вас, если будете обижать собак, порву на части. Я ведь покемон. Если ты не редископ, поставь лайк, нажми подписку и оставь свой комментарий. Да-да-да-да-да-да. Чекать, что помпы здесь, помпы здесь, если сик, чек, чек. Юми, перестань, даже портишь песню. Юми, пусть слова, которые тебе сказали. Лялики, смотри-ся. Лялики, смотри-ся. Лялики, смотри-ся. По-моему, мы запороли песню. Да уж.